Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вот сегодня у нас 29 августа. Я все еще занимаюсь сбором своих томатов. Вчера весь день собирала. Половина изрезала, половина осталась. Но самое время как раз поговорить о сортах. Именно как подобрать сорта. Вот какой оптимальный должен быть список. Ведь видите, как они все разные. Вот у меня они разложены по сортам. Есть и экзотические, и крупные, и пальчиковые. И вот этот видеоролик советую посмотреть, обратить внимание особенно новичкам. Которые по картинкам. Это хочу, это хочу, это хочу. Я сейчас вас научу, как выбрать томаты сорта. Именно как с практической точки зрения. Чтобы вам было на будущий год, чтобы у вас был в огороде порядок. Все. Самое главное. Вот сейчас наступает пора, когда поступают свежие семена. И в магазины, и в интернет-магазины. Все уже выбирают себе томаты. И самое главное. Придя в магазин, вот например в магазин, никогда не выбирайте по этим красочным вот картиночкам. Всегда смотрите обратную сторону. И придя в магазин, что самое важное. Вы должны иметь уже свой список. Список своих пожеланий. И только по нему выбирайте. Это также аналогично, так же как продовольственный магазин. Лучше всего идти со списком, чтобы не накидать в корзину лишнего. Это уже все про продукты говорят. Но про семена говорят это редко. С семенами действует тот же принцип. Сели дома, спокойно написали список, и только потом идете в магазин. Как составлять список? Ну, хочу вам немного как рассказать о том, по какому принципу. Подумайте, будете ли вы только в свежем виде употреблять, или вы будете консервировать. Как вы будете консервировать? Целеноплодное консервирование, или крупные будете дольками резать? Будете ли вы для детей... А, будете ли вы для себя экзотические какие-то сорта добавлять, и будете ли вы для детей добавлять различные вот черри? Потом все это подумали, сели. Вспомните ваш состав семьи, ваш регион. Вот я сейчас стандартно. Ну, примерно возьму, например, состав семьи 4 человека. Если вы хотите все делать, солить, заготавливать, вам 120 кустов хватит вот так вот. Из этого подумайте. Если вы будете экзотические, ну, для души, для красоты, просто, для расширения кругозора. Будете, если экзотические выращивать, количество 10 кустов откидывайте. Это будут экзотики. Будете, если черри выращивать, еще 10 кустов откиньте. Или 2 сорта по 5 штук, или 10 штук одинаковых. Ну, там, или... Может даже посадить 5 сортов по 2 штучки, разных на испытание. Потом, про консервирование. Если вы любите вот такие вот целые маленькие, в маленьких баночках, то добавьте, ну, откидывайте с этого списка сорта 4, вам надо будет штук 40-30, если вся консервация будет цельноплодная. Ну, вот у меня, например, вот русские колокола есть, дамские пальчики, огородный колдун, грушевидные всякие, трюфель. Ну, не буду перечислять, сортов очень много. Вот в этом списке должно быть у вас, например, 30-40 кустиков таких. Потом, конечно, крупноплодные. Если вы любите крупноплодные для еды, желательно добавить... Вот у меня золотые купала, вот Кенигсберг золотой. Очень сладкие и вкусные. Это желтые и оранжевые. Потом розовые, очень хорошие сорта. Вот у меня районированные, там, алтайский розовый, любимый праздник, пудовик, ботяня. Все вот эти розовоплодные, розовоплодные, они очень сладкие. И вот для свежего употребления выбирайте именно такие. Потом, будете ли вы садить ранние скороспелые? Почему я так спрашиваю? Потому что некоторые вообще их не считают за помидоры, они их не садят, потому что у них плоды вот такие маленькие, и больше вот этого они обычно не вырастают. Но они нас выручают, когда нет еще вот этих крупных. Их тоже надо, вот я, мой совет, их тоже надо включать, хотя бы кустов 20 скороспелых должно быть. Вот и все, и ваш список постепенно составился. Пишите 10 экзотических, 10 черри, 40 для целеноплодного консервирования, 40 для крупных, потом 20 скороспелок. И когда вы откроете интернет-магазин, например, вы уже начнете листать, и вы, например, первую позицию, вторую выбрали, и из крупноплодных, вот у вас 40 кустов, выбираете, например, 4 сорта. Так, мне вот этот нравится, мне вот этот. Именно по позициям. Тогда вам будет очень просто. А, еще про районирование. Если вы живете в холодном регионе, например, как у нас сибирский, отдавайте предпочтение районированным сортам. Вот у меня, видите, все-все почти, у нас они местные. Сибирские сорта, они и выносливее, я уже много раз обжигалась, набирала каких-то красивых, там, красавиц, импортных всяких, они у нас не вызревают, она только налилась, вот эта помидорина у нас раз, зима. Все. Так что отдавайте предпочтение, если вы в холодном регионе, районированным сортам, они очень, как выносливые, даже если они маленько подмерзнут, они дальше отрастут. И опять, еще надо не забывать, или теплица, или открытый грунт. Если у вас нет теплицы, лучше всего не брать вот эти вот тепличные, индетерминантные, крупноплодные, потому что они предназначены, если написано, что для теплиц, то лучше в открытом грунте не рискуйте, будет разочарование. И также для теплицы. Если у вас теплицы, я вот нынче сделала эксперимент, посадила таймыр в теплицу, холодостойкий, он ничего там не дал, у него вот эти попрышки маленькие, они засохли, как черри. Если он предназначен для холодных регионов, для открытого грунта, не пихайте его в теплицу, ему там плохо, он не даст вам там урожая, на это тоже обращайте внимание. Ну вот и все. Я не буду удлинять ваше время, все, что я хотела сказать именно новичкам. Не соблазняйтесь, не кидайтесь на эти красочные такие вот картинки, не набирайте все подряд в корзинку, не кидайте в свою. Сначала сядьте спокойно, когда у вас будет время, изучите, составьте список, по нему подбирайте, изучите все характеристики, тогда у вас на будущий год в огороде будет полный порядок и еще один совет, через это я тоже прошла, не берите лишнее, ну нет, лишнее взять можно, не высевайте лишних, лишнего количества, которое не войдет у вас в огороде. Потом тоже такая головная боль, у меня много раз так было, рассада толстая, жирная, хорошая, а посадить-то ее некуда, и бегаешь с ней, как клуша по огороду. Рассчитали, сколько вам надо, точно, по вашему участку, и посейте именно столько, плюс 20% на замену, вдруг сломается, вдруг подмерзнет, но не больше, иначе и расставаться с ней будет жалко, и посадить ее будет некуда. Еще про комментарии, я уже даже сняла отдельный видеоролик, спасибо всем за ваши комментарии, именно новичкам, это знаете, как воздух, я вот сейчас быстренько накидала вот эту тему, но время видео, оно ограничено, никто не хочет смотреть длинные видео, мне уже несколько раз делали замечание, сильно удлиняю, ну а как не удлинять, если рассказываешь человеку, который вообще ничего не понимает, вот например, как выбрать, они даже не знают, пишут, посоветуйте мне, какие сорта, я каждому не могу посоветовать, я вот дала вам принцип, как, сами там выбирайте, и вот эти комментарии, я вот например, по прошлогодним комментариям, в том году и в Одноклассники мне писали, под видео, выбрала нынче много новых сортов, потому что люди пишут комментарии, вот после этого видео, тоже пишите, у кого есть такие классные какие-то сорта, похвалите перед людьми, что вот например, вот этот сорт очень урожайный, хороший, и может быть новенькие, обратят на него внимание, возьмут себе, вот в том году, я говорю, что я несколько сортов выбрала, именно по комментариям, это очень хорошо, и вообще спасибо, что смотрите мое видео, спасибо, что следите за моим внешним видом, некоторые очень даже внимательно, один мужчина написал, что сняла видео про подготовку грунта, специально, чтобы прорекламировать свою прическу, я даже сначала не поняла, потому что я с этой прической, с такой прической хожу всю жизнь, у меня всю жизнь стрижка, и химическая заливка, просто после выхода на пенсию, я дала несколько лет волосам отдохнуть, от этих экзекуций, сейчас они все отдохнули, восстановились, и я вернула снова свою старую прическу, всю жизнь посмотреть эти мои фотографии, и в 30 лет, и в 40 лет, я была с такой же прической, с такой заливкой, но про рекламу прически, у меня не бьюти канал, я ее не рекламирую, просто я раньше, я редко снимаюсь на камеру, вы сами знаете, очень-очень редко, надо наверное чаще, а то люди даже не знают, как я выгляжу, а стрижку и прическу делаю не для красоты, для практичности, вот сегодня встала утром, вот так сделала и пошла, очень удобно, не мешает работать в огороде, спасибо, до свидания.